День работника следствия Все, кто так или иначе связан со следствием Я вас поздравляю с профессиональным праздником Как вы выбрали эту специальность? Вы знаете, путь к этой специальности пролегал довольно сложно Изначально я, будучи студентом на юридическом факультете Выбрал гражданско-правовую специальность И мыслил себя изначально арбитражным управляющим, юристом, адвокатом Что-то солидное такое? Ну, нравилась мне эта сфера Она меня привлекала просто, так скажем, своей сложностью, перспективностью, большим объемом Ну и, соответственно, отучившись, я уже на пятом курсе начал работать у конкурсного управляющего В гражданской специализации, юрисконсультом В дальнейшем попал на военную службу по призыву с сохранением места моей работы И ушел в армию В армии я познакомился со следователем, которого призвали прямо с должности следователя И так получилось, что за время службы с ним и общения он немного рассказывал о данной работе О том, что он делал, как он делал Я, будучи уже на то время хоть и молодым юристом, но уже около года у меня было там практики Участие в судебных заседаниях, составление разного рода документов Мне это, так скажем, заинтересовало Хотя раньше я никогда не проявлял интерес к уголовной специализации Единственное, что, наверное, отмечу такой момент, что, наверное, еще с детства замечал за собой Какое-то особое чувство необходимости справедливости в моей жизни Обостренное, да, такое чувство помогать людям? И было как-то на интуитивном уровне понятно, что человек не врет в собеседниках То есть это уже было во мне И я не знал просто, что это нужно куда-то применять И применял это просто в обыденной жизни А это важно вообще-то, да, в вашей работе? Да, это интуиция И, так скажем, аналитика Это одна из составляющих нашей работы Потому что, ну, компьютеры компьютерами А человек все-таки это человек Поэтому без интуиции, аналитического мышления, логики и умения общаться с людьми В том числе в разных ключах, в разных ролях Ну, без этого будет довольно сложно Ну, по крайней мере, этому можно учиться Вот, чему в дальнейшем я и обучался После армии я пошел общественным помощником В Заволжский межрайонный следственный отдел города Твери Который обслуживает, так скажем, территорию Заволжского и Пролетарского Да, сложная территория Сложный отдел, я считаю, что это один из самых таких серьезных отделов по нагрузке в нашем регионе Соответственно, так как у меня уже был опыт работы юристом Процессуальные документы уголовно-правового характера отдавались мне довольно-таки легко Они даже во многом и проще, чем гражданские Вот, потому что многие из них типовые Плюс есть наставники, коллеги, которые все подсказывали, рассказывали И последовательно с общественного помощника Я остался в этом отделе только уже в качестве назначенного следователя Потом старшего следователя А потом был у вас виточек в другую сторону? Да, да, потом у меня был виточек в гражданско-правовую сферу Вот, я ушел в правительство, в том числе в Министерство туризма Очень интересная работа была Очень объемлющая, очень актуальная И в настоящий момент я общаюсь с коллегами бывшими Вот, они продолжают это дело Очень интересное и хорошее И, главное, полезное для экономики региона Потому что привлекает туристов со всей России в наш регион Вот, но, тем не менее Режим работы там был менее интенсивный Следствие-то не бывает, да, выходных и праздников Да, конечно Было много свободного времени Я его использовал Казалось бы, живее не хочу Да, ну, наверное, успел сделать то, чего не успевал Пока работал следователем Там, занимался хобби различными Но со временем я стал замечать, что мне этого не хватает Просто, ну, как-то вот по-человечески И один из коллег мне предложил А может быть, ты вернешься И, получается, спустя полтора года где-то я возвращаюсь И работаю дальше Ну, уже не в Заволжский отдел В другой районный отдел Вот А в последующем мои коллеги, которые со мной работали в Заволжском Они уже к тому времени оказались в отделе по расследованию особо важных дел Вот Которые были рады меня видеть Соответственно, я какое-то еще время в районе работал Вспоминал все Получал новый опыт И со временем перевелся в отдел по расследованию особо важных дел Сначала во второй, сейчас последний год в первом Где уже прохожу службу около трех с половиной лет Это же очень такая высшая иерархия, да? В вашей средственной работе отдел по расследованию особо важного дела Да, они у нас специализированы У нас их два Один занимается экономическими и коррупционными преступлениями В том числе и налоговыми А первый отдел, ну я и во втором поработал А первый отдел занимается у нас преступлением против личности и общественной безопасности Сюда относятся вот как раз резонансные преступления Преступления, совершенные там, так скажем, в отношении несовершеннолетних резонансные Так же Вот Преступления прошлых лет Также в нашем отделе есть отдельное подразделение Которое тоже расследуется и раскрывается успешно Соответственно Данные два отдела Они на себе несут большую нагрузку Снимая, так скажем, нагрузку с молодых районных следователей Которым может быть тяжело в каких-то сферах еще разбираться И показывая им опыт И давая уже готовую потом в дальнейшем практику И соответственно мы занимаемся Да, самыми сложными делами в нашем регионе Самыми громкими и, так скажем, интересными Вот одно из этих дел Вашей компетенции Которое затронуло непосредственно очень много Тысячи жителей областной столицы затронуло это дело Давайте напомним, когда это было и что это за дело Да, я думаю, что жители Тверского региона Особенно города Твери Помнят, как в ноябре прошлого года У нас перекрывали сотрудники правоархантинных органов Два моста Красинский и Затверецкий И, соответственно, так получилось, что это была пятница И во втором и первом случае 17 ноября и 24, насколько я помню И жители не могли никуда не поехать Это еще вечернее время было Ни с работы, ни на работу, ни на дачу Ни домой даже И, соответственно, больше это парализовало, конечно, Заволжские и центральные районы Но, тем не менее, людям пришлось, так скажем, потерять немало времени Час-два, чтобы просто добраться Да, было тогда очень много возмущенных сообщений Да, да, в СМИ были Ну, это резонансное, так скажем, преступление Которое заключилось в том, что Ну, трое там злоумышленников У меня есть обвиняемых И вот один из них, исполняя свою роль Он разместил муляжи самодельных взрывных устройств Под опорами моста Красинского и Затверецкого Потом сообщил заведомо ложную информацию О размещении взрывных устройств Уже в органы государственной власти Тем самым дестабилизируя их Так как пришлось сотрудникам правоохранительных органов реагировать Выезжать на место Сапером, полицией, Росгвардии, МЧС Да, конечно, время такое, что может случиться всякое Да, то есть приходилось там огромному количеству сотрудников различных служб В том числе и у ФСБ То есть все там были и, соответственно, проводили работу по перекрытию Обеспечению безопасности граждан и сохранности объектов Инфраструктуры в виде мостов Проводя разминирование данных устройств Так как внешне они очень схожи с настоящими По ним были проведены в дальнейшем взрывотехнические экспертизы судебные Ну да, они оказались муляжами Но сделаны очень, так скажем, правдоподобно Вот, соответственно, злоумышленники задержаны К сожалению, один из злоумышленников у нас действовал из-за границы Он установлен, заочно арестован Ему предъявлено обвинение, как и другим двум фигурантам Которые в настоящий момент находятся в СИЗО города Твери Заочно арестован И в случае его местонахождения Он объявлен в международный розыск В случае установления его местонахождения Он будет экстрадирован в Российскую Федерацию И заключен под стражу Понесу ответственность Конечно Да, спектр ваших интересов, что называется, он велик Да, от таких дел Вот только что сказали Вот двумя словами буквально Чем все-таки следствие может привлечь молодого человека Или девушку? Вообще и молодого человека, и девушку может привлечь следствие Потому что у нас есть и коллеги, и мужчины, и женщины И есть женщины, которые очень хорошо расследуют дела Которые могут еще форум мужчинам дать на самом деле Я, ну что их может привлечь? Ну это, наверное, в первую очередь должно им просто нравиться Потому что следователь это не работа Следователь это образ жизни Ты каждый день следователь Даже выходной ты следователь И даже когда ты спишь, ты понимаешь Что тебе в любой момент могут позвонить Что-то может произойти И потребуется твоя помощь То есть я не отношусь это как к работе Я скорее отношусь это просто как к своему образу жизни Который требует полной отдачи Не считаясь личным временем В награду ты получаешь благодарности от простых граждан Чьи права восстановлены, защищены И соответственно от того, что справедливость восторжествовала И преступник понес наказание Спасибо вам за вашу работу Спасибо вам Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Эдгар Веселов Следователь по особо важным делам Первого отдела по расследованию особо важных дел Регионального следственного комитета 25 июля Следствие России отмечает свой профессиональный праздник С праздником! Спасибо большое! Всего доброго! До свидания!